Вообще, всех мер, скажем так, поддержки по созданию промышленных парков, составляют координацию в связи с деятельностью, оказывают всю необходимую в соответствии с этим постановлением, консультационную помощь, и в том числе предоставляют раз в год в правительство доклад об эффективности мер поддержки, предоставляемых промышленным парком на федеральном уровне, выключая меры поддержки, оказываемые и другими федеральными органами длительной власти, в том числе это Минэконома развития, в том числе это Министров, Министерство ХОС. В этом году мы предоставляли первый такой доклад, мы разработали соответствующую методику, запросили коллег, и в текущем году мы предоставляли доклад 22-й, и в целом, по той методике, которую мы согласовало правительство, к примеру, придерживаясь с учетом достижения целевых показателей, они, в принципе, оказались эффективными. Второй, что у нас в этом плане поддержало, смотрим, как в следующем году. Что касается нововведения, Миклазанович и коллеги, первое, что сейчас большая работа ведется, еще раз повторюсь, значит, по стратегии, по транспортному развитию, в которой мы сейчас, грубо говоря, определили самые приоритетные регионы, в которых, соответственно, нужно максимально сделать усилия по созданию парков, и хочу отметить, если кто-то еще не столкнулся, скажем, с нами в этой работе, хотя многие залии, я, возможно, хорошо знаю, мы с текущего года вообще реализуем такую, скажем, пилотную работу по сопровождению, в целом, значит, включение в рейсторных конторах. То есть, если какие-то замечания, которые носят негритический характер, нельзя устранить в ходе подачи заявок к нам, а мы сейчас работаем именно так, что если есть замечания негритические, мы даем возможность дослать соответствующие документы, либо что-то подправить, бывает такое. Вот, значит, если говорить о том, что у нас замечания негритические, которые требуют получения дополнительных документов с органов региональной власти, которые, значит, управляющая компания не успеет получить до окончания сообщества установленного рассмотрения, то мы подключаем, во-первых, региональное министерство промышленности, значит, ну, есть те регионы, в которых, соответственно, министерство экономики, как в Новосибирске, занимается промышленной инфраструктурой, и, значит, проводим соответствующие ВКС, включая все необходимые службы, даем возможность конкретно расширенную инфраструктурную помощь, чтобы при подаче еще раз документов уже все документы были, значит, все недостатки были устранены. Вот, я хочу сказать, что в текущем году у нас подано было огромное количество комплектов документов, вот до, скажем так, сегодняшнего дня, это если брать, и документы на кластер, у нас было подано больше двухсот комплектов. В том году за аналогичный период было около семи месяцев. И я хочу сказать, что где-то около 45% поданных документов в нынешний момент эти парки, технопарки кластеры включены в реестеринговый комплекс. То есть этот эксперимент показал, скажем так, что эта тема очень хорошо работает. Вот. Что касается планов, в принципе, еще раз, то, что сегодня озвучилось в ходе пленарки, это сейчас плотная работа со стратегией профилактического развития, с документами, которые совместно с Домом развития и разрабатыванием сейчас связаны с представлением субсидий на, собственно, реализацию послания президента по созданию стопарков. Вот. Ну и то, что также сегодня коллегам было озвучено, мы ждем предложений, потому что, не словно, завершается, скажем так, уже третий протал. Мы сейчас четвертым, наверное, будем плотно приступать к изменениям, которые мы получаем от ассоциаций. Мы в 20 лет и, соответственно, также ждем каких-либо предложений по, в том числе, более озвученной, по улучшению условий, включения в реестра и получения, соответственно, мер поддержки по нашим основным мерам. 11.19 постановление, бывшее 13.25, которое сейчас вляси, заложение 18.328 постановления, и 16.59 – это технопарк в серверах. У меня сильный вопрос.